Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Летняя занятость детей в Кумертау организована по целому ряду направлений. Это и загородные пришкольные центры, трудовые отряды с возможностью заработка, 8 дворовых площадок для разовых занятий, малозатратные формы отдыха с организацией походов. Словом, подрастающему поколению оставили широкое поле для безопасного применения своей энергии. Безопасность здесь понятие ключевое и остается одной из главных задач. В рамках следующего специального репортажа выясним, чем заняты дети в центрах с дневным пребыванием на примере школы номер 3. Все лагеря, особенно центры с дневным пребыванием, у нас имеют профильную направленность. У нас есть военно-патриотическая направленность, у нас есть по профориентации, у нас есть оздоровительная, у нас есть спортивная направленность, у нас есть интеллектуальная. Поэтому все сферы деятельности мы все учли при запросах родителей и организовали такие смены. Профессиональная ориентация – это в том числе процент с дневным пребыванием при школе номер 3. Центр детский, однако распорядок устроен вполне по-взрослому. В 8.30 все собираются перед школой на утреннюю зарядку. Вожатые показывают движение, воспитанники повторяют, каждый в меру собственной заинтересованности. Под музыку обеспечен день, начинается. После зарядки мы проводим кружки. Нет, сначала мы завтракаем, потом проводим кружки. А после кружков у нас уже могут быть экскурсии, коллективные творческие дела, спортивные соревнования, другие мероприятия. В общем, жизнь бурлит в лагере. Пока завтрак доходит до нужной степени готовности, в актовом зале общая планерка. Озвучивается план на день, дается теория в игровой форме. В день визита нашей съемочной группы основным событием дня стали Малые Олимпийские игры. На сцену пожаловали воспитанники в образах древнегреческих богов, которые рассказали о зарождении и общих принципах олимпийского движения. Тут же на месте экспресс-опрос для закрепления материала. Так звучит олимпийский лозунг. Вы попереведите. Быстрее, больше, сильнее. Давайте проверим. Быстрее, выше, сильнее. Молодцы. Одна из важнейших составляющих дня, главная трапеза – завтрак строго по расписанию. На столах гречневая каша с молоком, хлеб, кофейный напиток, фрукты. На утро, например, молочные каши, сыр, яблоко, фрукты обязательно. На обед обязательно овощи. Первое – это супы, борщи, рассольники, молочные супы. На второе, например, курица отварная, рыба запеченная с картофельным пюре или там с другими крупами. И напитки, кофейный напиток с компотом, чаей, витаминизированный. Хлеб обязательно. На утро, значит, у нас батон столичный идет на завтрак. А на обед у нас идет витаминизированный хлеб. Это ржаной первого сорта и высшего сорта пшеничный хлеб, тоже витаминизированный. Специально приготовлен для детского питания. Звучит довольно просто. Но не стоит забывать, что приготовление даже обычной каши в таком количестве – это особое искусство. Отдельный талант – подать завтрак горячим. В этот раз, без сомнения, удалось и то, и другое. Это школьная столовая, где по утрам обычная гречка превращается в изысканное блюдо. Если не верите, попробуйте сами. Дополнительная порция всегда найдется. На занятия в кружках – полчаса. За это время и завтрак уляжется, и полезный навык закрепиться. Кружки устроены по принципу так называемой «карусели». То есть за одну смену по очереди все отряды пройдутся по всем направлениям. За каждое действие ребятам начисляются условные деньги. По общему сценарию смены дети попали на остров, который должны застроить по своему усмотрению. Условные денежные средства хранятся на сберкнижках и расходуются на строительство. Общее направление – профессиональная ориентация. Поэтому кружки дают практические навыки, например, в журналистике, кукольном мастерстве или танцах. В этом году мы очень много ходим на экскурсии. И хочется поблагодарить всех тех, кто нам эти экскурсии организовал. Вернее, разрешил посетить свои предприятия. Потому что это, оказывается, не так просто попасть на какое-то предприятие с экскурсиями. Мы даже посетили мастер-классы. От практических навыков к подвижным играм. Вернее, к малым олимпийским играм. Среди обязательных дисциплин – пионер-бол, челночный бег, прыжки в длину, полоса препятствий, футбол. В этот день вышло так, что детский спортивный азарт заразил не только их сверстников, но и взрослых болельщиков. Старшее поколение временами даже покидало трибуны для проверки и собственных сил. Я тоже думала, мне надо было размахиваться. Ничего себе! Сильней! После так называемой основной программы – состязание добровольного характера. Те, кто не успел устать или хотел заработать дополнительные баллы, принимал участие в армрестлинге, прыжках на скакалке, кручении обруча. И если в первых двух дисциплинах победители определились сравнительно быстро, то обруч крутили, как в известной армейской присказке – от начала и до обеда. Финишировали малоолимпийские игры в актовом зале. Там почести удостоились отдельные спортсмены и коллективы в целом. А сберегательные книжки отрядов пополнились новыми условными начислениями. Каждому по заслугам. Скажите, понравилось вам сегодня? Да! Устали? Да! Молодцы, молодцы! Ну и лидеры – первое место, второй отряд. Молодцы, Рега! Ну а сейчас по отрядам и потом обед. После заслуженного обеда дети отправляются домой, где наверняка поделятся с родителями впечатлениями от очередного дня в Центре с дневным пребыванием при школе номер 3. Мне здесь очень нравится, потому что здесь весело, постоянно разные мероприятия. Я нашла много новых друзей из других классов. Очень интересно. Мы всегда ходим на разные экскурсии. Нам придумывают много разных игр. А нравится тебе в лагере? Да, очень нравится. А почему? Потому что каждый день мы ходим куда-то. Куда-то ходим, и всегда очень весело. Просто это летом самое незабываемое. Мне нравится, потому что мы ходим в кино и в парки ходим. Там очень интересно играть и заводить новых друзей. Мы сегодня занимались, ходили в химчистку и узнали, как делаются и сушатся ковры. Вот, например, как шуба, ее нельзя стирать в обычной машине. А там специальная машина, которая может стирать те приметы, которые нельзя. Вот так и проходит день для детей в центрах дневного пребывания при школах. Регулярное питание, подвижные игры и прочее. Словом, все, что нужно ребенку в этом возрасте. Владимир Антошкин, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Детский оздоровительный центр «Горное эхо» в этом году перевоплотился в киноконцерн. Как минимум, первая смена посвящена Году российского кино. С воспитательной программой под названием «Эхофильм» представляет летние приключения. Наш корреспондент Гульнас Филатова узнавала, как все это выглядит изнутри. В первую смену в лагере «Горное эхо» все девять отрядов были объединены в девять киностудий. А вожатые стали продюсерами. Каждый день рассматривался определенный жанр кинематографа. На новой летней эстраде показывались ежедневно фрагменты различных кинофильмов. Сцена наша большая, удобная. Места в зрительном зале комфортные. Крыша. Теперь, когда дождь, нам совершенно не страшно. В любую погоду мы там проводим мероприятия. Это видеопроектор, смотрим фильмы, делали открытый кинопоказ. Также у нас произошли изменения. Мы обновили наши бани. Теперь там тоже комфортные условия. Закупили новые столы, стулья в обеденный зал, чтобы было все красиво, по-домашнему, уютно. Ну и ежегодный ремонт косметический, который мы делаем, чтобы приезжая домой, дети из года в год, как они уже приезжают в лагерь, говорят, мы приехали домой. Мы очень хотим, чтобы эта тенденция дома, уюта, она оставалась на протяжении следующих лет. Наша телерадиокомпания посетила центр «Горное эхо», чтобы поделиться профессиональным опытом. Сотрудники радио предложили ребятам прочесть новости в прямом эфире, предварительно проведя кастинг среди всех желающих в каждом отряде. Победители смогли себя испытать в роли настоящих радиодиджеев. Вчера в лагере «Горное эхо» происходило общелагерное мероприятие, где ребята разделились на команды и захватывали базу противников. Для этого использовали лазерное оборудование. Командам раздали лазерное оружие, при помощи которого они стреляли друг с друга. При попадании на голове светилась и вибрировала повязка. Были случаи попадания в своих. В ходе игры победила команда первого отряда. Добрый вечер, дорогие слушатели нашего радио. С вами МС Белка. Сегодня с утра я открыла окно, на улице было свежо. И я с уверенностью поняла, что этот день можно смело назвать самым лучшим. И об этом наша следующая композиция «Самый лучший день». Григорий Лепс, не пропустите. Молодец! Умница! Я на самом деле никогда не думал стать каким-нибудь журналистом. Я более по спорту, я занимаюсь хоккеем, хотел бы карьеру свою продолжить хоккей. Но почему-то это тоже заинтересовало немного после того, как вы приехали к нам. Было очень интересно смотреть за тем, как работает вообще аппаратура, как это сложно. На самом деле понимаешь, какой это труд. Наши операторы показали ребятам, как правильно пользоваться видеооборудованием. И рассказали о технических особенностях съемки. Также дети сами смогли поучаствовать в съемочном процессе, собственноручно испытав камеры. Я узнала, что когда на камере нужно снимать, нужно нажимать красную кнопку. Еще то, что раньше фильмы и сейчас озвучивают. Мне понравилось очень снимать с камеры. На камере очень много разных кнопочек, чтобы приближать, отближать. Чтобы снимать, можно останавливать съемку. Мне понравилось то, что мы снимали камеры, как мне все объяснили, как снимать камеры. Не надо стесняться, когда снимают. После развлекательных мероприятий дети смогли посетить бассейн. В лагере их всего три. Различные глубины рассчитаны на возраст детей, начиная с младших групп. По правилам, предварительно ребята идут в баню. А во время купания находятся под присмотром инструкторов, прикрепленных к каждому отряду. Отдельно для девочек и для мальчиков соответствующего пола. С удовольствием бассейн посещают даже те, кто не умеет плавать. На острове свет, на острове свет, и горло свет, и на острове свет, и на острове свет. Пиши сюда, Мариха. Плаваем в кругах. Мы играем в догонялки, плаваем. Очень весело. Еще на стадионе нас обливали. Была пенная вечеринка, дискотеки. Хоть и короткие, но и очень веселые. Мне нравится, что мы каждый день ходим в бассейн. Мне нравится, что мы вчера ходили в озеро так. Ну, в принципе, вообще, первые впечатления лагеря у меня были вообще хорошие, но и сейчас тоже. Я приеду сюда еще раз, а возможно еще и еще. Дома скучно, а здесь хоть как-то веселее. У нас каждый день мероприятия, всякие конкурсы, праздники. В течение всей смены для детей проводилось множество викторин и мероприятий, посвященных кино. Кроме того, ребята смогли поучаствовать в военно-спортивной игре «Лазер так», посетить пещеру Мурадымова и узнать много нового и полезного. Вспоминать, наверное, будем многое. Наши посиделки возле свечки, с гитарой. Когда каждый отряд собирается на прощальные свои огоньки, рассказывают, что им понравилось за день, что им немножко не понравилось, что бы вы хотели улучшить. Ну и самая, наверное, интересная игра – это была 22 июня, когда мы бегали по лагерю и испытывали то, что началась война. Самые запоминающиеся праздники и вещи были в лагере, как был день Нептуна, мы обливались пень в воде, ходили на костерки, жарили хлеб, пели песню у костра под гитару. Ездили в Мурадымово, там было очень классно, мы ходили в пещеру, сидели тоже у костра, жарили зефирки, пели песню. По словам руководства центра, завершится смена кинофестивалем «Кинокадрик», где дети покажут отснятые их студиями видеоролики. И им будут вручены премии в различных номинациях, таких как за лучшую мужскую роль, за главную женскую роль, роль первого плана, режиссерскую работу и так далее. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.